Здравствуйте, ребята! На прошлом занятии мы начали рассматривать фармацевтический анализ лекарственных средств органической природы. Прошлую лекцию мы посвятили в основном химическим методам анализа органических средств. И увидели, что форма анализа органических лекарственных средств принципиально отличается от анализа неорганических средств. Которые в основном заключались в определении катионов и анионов, а органические вещества, их анализ заключается в элементном анализе и анализе функциональных групп. Очень широко в форма анализа органических лекарственных средств, помимо химических методов анализа, применяются физические и физико-химические методы. Поэтому сегодня мы посвятим лекцию именно этим методам, которые в основном, чаще всего, очень широко применяются в анализе органических лекарственных средств. Итак, тема лекции физические и физико-химические методы в фармацевтическом анализе. Один из важных показателей физических констат, который определяет при анализе качества лекарственных средств является температура плавления. Температуру плавления определяют с помощью общей фармакопейной статьи Государственной фармакопеи 14-го издания. Под температурой плавления называют температуру, при которой происходит переход вещества из твердого состояния в жидкое. Для чистого вещества характерна четкая температура плавления. Даже незначительное количество примесей изменяет температуру его плавления. В фармакопейном анализе определение этого показателя используется с целью идентификации и установления чистоты. Поскольку лекарственные средства фармакопейного качества содержат ряд примесей, в частных фармакопейных статьях Государственной фармакопии обычно дается предел температуры плавления. То есть, еще раз подчеркиваю ваше внимание, что температура плавления одновременно является не только показателем подлинности лекарственного средства, но и его чистоты. И как мы с вами уже знаем, примеси могут быть допустимыми и недопустимыми. Соответственно, в зависимости от того, какие и сколько допустимых примесей находятся в составе тех или иных лекарственных средств, температура плавления будет изменяться. Поэтому в нормативной документации будет указан предел допустимой температуры плавления. Например, для левоментола Государственная фармакопея дает интервал от 41 до 44 градусов по Цельсию. То есть, предел этот находится в 3 градусах. В зависимости от физических свойств веществ, Государственная фармакопея применяет несколько методов. Мы их рассмотрим подробно каждый. Для веществ, которые плавятся с разложением, указывается температура разложения, при которой резко изменяется физическое состояние вещества, вспенивания. Итак, еще раз. Что же такое температура разложения, чем она отличается от температуры плавления? Значит, температура плавления – это та температура, при которой происходит переход вещества из твердого в жидкое, а температура разложения – это температура, при которой резко изменяется физическое состояние, сопровождается оно вспениванием, и такие вещества плавятся с разложением. В государственной фармакопея температура плавления в капиллярном методе означает не интервал между началом и концом плавления, а температуру конца плавления. Но этот метод мы сейчас разберем. Итак, какие же методы определения температуры плавления? Значит, в зависимости от физических свойств вещества применяют пять методов. Первый метод – капиллярный. Второй метод – открытый капиллярный метод. Третий метод – метод мгновенного плавления. Четвертый метод – метод каплепадения. Пятый метод – инструментальный. Значит, когда эти методы в каких случаях применяются? Для твердых веществ, которые легко превращаются в порошок, используют первый и третий метод. Это первый метод – капиллярный и метод мгновенного плавления. Для аморфных веществ, которые не растираются в порошок и плавятся ниже температуры кипения воды, это могут быть вещества, такие как жиры, воски, парафин, вазелин и тому подобное. Для таких веществ используют метод 2 и 4. Открытый капиллярный метод и метод каплепадения. Итак, еще раз. Для твердых веществ, которые легко превращаются в порошок, первый и третий метод – капиллярный метод, метод мгновенного плавления. И для аморфных веществ, которые не растираются в порошок, плавятся ниже температуры кипения воды, и применяют открытый капиллярный метод и метод каплепадения. Значит, температура плавления в капиллярном методе означает не интервал между началом и концом плавления, а температуру конца плавления. Если вещество образует при нагревании газообразные продукты, например, гексаметилент и трамин, то определить температуру его плавления невозможно. Для идентификации лекарственных средств определяется температура плавления самих веществ, а также их производных, например, оксимов, гидрозонов, пекратов и других веществ. То есть, это вещества, которые являются продуктами реакции самих лекарственных веществ и являются достаточно устойчивыми соединениями, которые имеют постоянную температуру плавления. Значит, это могут быть производные, это могут быть продукты гидролиза лекарственных веществ, а также органических кислот оснований, выделенных из солей. Например, алкалоиды очень часто применяются в виде солей, а они являются водорастворимыми. Переведение их в нерастворимые основания как раз таки будут вещества с постоянной температурой плавления и также их определяет температура плавления, что является физической константой, характеризующей качество лекарственного вещества. Очень важный момент. Предварительная подготовка веществ для определения температуры плавления. Как проводят пробоподготовку? Пробоподготовку в ход кедущей этапа. Это измельчение, сушка, заполнение капилляра. Эти этапы имеют основное значение. Условия подготовки вещества зависят от его свойств и регламентированы четко в государственной фармакопее, в частных фармакопейных статьях. Так, твердые вещества, которые легко превращаются в порошок, должны быть тонко измельчены, высушены. Если в частных статьях государственной фармакопии отсутствуют другие указания, то их высушивают при температуре 100-105 градусов в течение двух часов или 24 часа над концентрированной серной кислотой в оксикаторе или в вакууме над безводным силикогелем 24 часа. Определение температуры плавления проводят в приборах, которые указаны в государственной фармакопее. Государственная фармакопе регламентирует скорость подъема температуры, согласуя ее с устойчивостью лекарственного средства к нагреванию. В частности, для неустойчивых при нагревании веществ самая высокая скорость подъема температуры является от 2,5 до 3,5 градусов в минуту. Калибровку приборов, используемых для определения температуры плавления, проводят с помощью стандартных веществ, имеющих температуру плавления близкую к температуре плавления испытуемого вещества. Итак, остановимся поподробнее на каждом из методов определения температуры плавления. Первый метод – капиллярный. При испытании температуры плавления эти методы могут быть использованы. Три прибора. В формокопе они так и указаны. Прибор 1, 2 и 3. Значит, прибор 1 очень по своим составляющим частям близок к прибору 2. В чем разница? Ну, давайте, вот здесь есть у нас картинка. Начнем с прибора 2, а потом посмотрим, в чем отличие. Итак, прибор 2. Значит, он состоит из круглодонной колбы. Номер 4. Колба из термостойкого стекла. Вместимость ее от 100 до 150 мл. Длина горла, что очень важно, около 20 см. Диаметр горла от 3 до 4 см. Внутри колбы под номером 2 вставлена пробирка из термостойкого стекла. Она должна быть вставлена таким образом, чтобы ее дно было на расстоянии 1 см от дна колбы. Диаметр пробирки 2,5-2,5 см. Внутрь колбы вставляется термометр ртутный стеклянный под номером 1. Цена деления термометра полградусов. Термометр вставляется таким образом, чтобы его нижний конец отстоял от дна пробирки на 1 см. Под номером 5 источник нагрева, газовая горелка или электрический обогрев. И, можно сказать, самый важный элемент этой установки – это запаянные с одного конца капилляры. Из нейтрального прочного стекла диаметром 0,1 до 1,1 мм, толщиной стенок от 0,1 до 0,15 мм и длиной от 6 до 8 см. То есть, это тоненький капилляр с тоненькими стеночками, в которые, собственно, и будет помещаться испытываемое вещество. В чем отличие от прибора 1? Принцип тот же. Используется такой же капилляр абсолютно, запаянный с одного конца, но вместо колбы используется стеклянный сосуд. Стеклянный сосуд. В общем-то, это основное отличие. Значит, жидкость, которая заполняется внутрь колбы, зависит от предполагаемой температуры плавления. Итак, посмотрим. Для лекарственных веществ температура плавления ниже 80 градусов, вот сюда в колбу номер 4 заполняется вода очищенная. Для испытания лекарственных веществ температура плавления от 80 до 260 градусов в колбу вносят вазелиновое масло, жидкие силиконы или концентрированную серную кислоту. И для веществ, которые имеют температуру плавления выше 260 градусов, используют раствор калия сульфата в серной кислоте концентрированной в соотношении 3 к 7 по масте. Колбу наполняют на 3,4 объема соответствующей жидкостью. Стеклянные трубки, из которых вытягивают капилляры, должны быть вымыты и высушены. При приготовлении раствора калия сульфата в серной кислоте концентрированной, вот третий вариант, кипятят в течение 5 минут при энергичном перемешивании. Это очень важно. Почему? Потому что при недостаточном перемешивании могут образовываться два слоя, в результате чего может произойти закипание смеси и, соответственно, привести так в вызрливую. И третий прибор, который используется в закрытом... Ну, его фармакопия говорит, что просто капиллярный метод. Раньше его называли закрытый капиллярный метод, потому что капилляр запаянный с одной стороны. Значит, в капиллярном методе используют также прибор 3. И данный прибор предназначен для определения температуры плавления с диапазоном измерения в пределах от 20 до 360 градусов. Он снабжен электрическим обогревом типа ПТП или типа ПТП-М с диапазоном измерения от 2 до 340 градусов. С остальными частями прибора являются основание со щитком управления и номограммой, стеклянный блок-нагребатель, обогрев которого осуществляется констановой проволокой на витобифилярном, оптическое приспособление, приспособление для установки термометра, приспособление для установки капилляров, капилляры здесь такие же используются, термометр укорочен, ценное деление такое же, полградуса, источник нагрева, электрический обогрев, как мы уже говорили, и капилляры. Итак, как же проводится определение температуры плавления в методе, в первом методе, в капиллярном методе? Если нет других указаний фармакопии, мы уже говорили, что тонко измельчает в порошок вещество, а здесь, помните, да, используются вещества твердые, которые легко истираются в порошок. Значит, их сушат при температуре 100-105 градусов в течение двух часов, или в эксикаторе над серной кислотой 24 часа, или в вакууме над безводным силикагелем в течение 24 часов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Достаточно количество вещества помещают в капилляр до получения уплотненного столбика высотой около 5 мм. Для того, чтобы уплотнить хорошо порошок, предбегает к такому способу. Можно несколько раз бросить с запаянным концом вниз капилляр в стеклянную трубку длиной пол или один метр, поставленную вертикально на стекло и при ударе будет происходить уплотнение порошка. Капилляр с веществом сохраняют до начала определения в эксикаторе. Капилляр Прикрепляют к термометру так, чтобы он находился на уровне ртутного шарика термометра. И дальше проводят нагревание, повышая температуру или бани, или прибора. При температуре приблизительно на 10 градусов ниже предполагаемой температуры плавления регулируют нагрев прибора таким образом, чтобы скорость подъема температуры на протяжении всего испытания составляла около 1 градуса в минуту. Когда температура достигнет значения на 5-10 градусов ниже предполагаемой температуры плавления, капилляр с веществом прикрепляют к термометру так, чтобы его запаянный конец находился на уровне центра шарика термометра. И помещают в прибор. Дальше продолжают нагревание со скоростью следующей. Для устойчивых при нагревании веществ, при определении температуры плавления ниже 100 градусов, скорость повышения температуры делаем таким образом, чтобы она была от 0,5 градуса до градусов в минуту. При определении температуры плавления от 100 до 150 градусов, скорость должна быть от 1 до 1,5 градусов в минуту. Если температура плавления выше 150 градусов, то скорость подъема температуры должна быть от 1,5 до 2 градусов в минуту. Для неустойчивых при нагревании веществ от 2,5 до 3,5 градусов в минуту. Отмечают температуру, при которой последняя твердая частичка перейдет в жидкую фазу. Это вот важный момент. То есть, когда нам дается в фармакопильной статье интервалы температуры плавления, это не начало и конец плавления. За температуру плавления в капиллярном методе мы принимаем ту температуру, при которой последняя твердая частичка перешла в жидкую фазу. А в фармакопильной статье, почему дается 2 температуры, то, как мы в начале лекции уже сказали, в этом диапазоне возможно колебание температуры плавления, так как лекарственное средство может содержать примехи. Значит, эту операцию, определение температуры плавления, проводят 4 раза с другими капиллярами. Рассчитывают результат как среднее арифметическое из 5 значений. Расхождение между всеми значениями не должно превышать 1 градуса. Если такое случается, значит, была какая-то ошибка в измерениях, и поэтому необходимо достичь такой воспроизводимости, когда бы у вас разбежность не была больше 1 градуса. Следующий метод, согласно фармакопеи, это метод 2, открытый капиллярный метод. Ну, судя уже из названия, понятно, что в данном методе используют капилляр, не запаянный с одного конца, как в предыдущем методе, а полностью открытый с двух сторон. Длина такого капилляра около 80 мм, наружный диаметр от 1,4 до 1,5 мм, внутренний диаметр от 1 до 1,2 мм. Значит, вещество, предварительно подготовленное, как указано в фармакопейной статье, помещают в каждой из пяти капилляров в количестве, остаточном для формирования в каждом капилляре столбика, высотой около 10 мм. Значит, напомню вам, что этим методом определяют вещества аморфные, те, которые не растираются в порошок, такие, как воски, парафины и так далее. Значит, после того, как капилляр заполнили, его оставляют на определенное время при температуре, указанной в фармакопейной статье. Затем прикрепляют один из капилляров к термометру с ценой деления 0,2 градуса. Помните, там было у нас 0,5, здесь 0,3 градуса. Прикрепляют так, чтобы вещество находилось около шарика термометра. Вот видим капилляр и вот этот термометр. Дальше. Термометр. Прикрепленным капилляром помещают в стакан, таким образом, чтобы расстояние между дном стакана и нижней частью шарика термометра составляло 1 сантиметр. Стакан наполняют водой до высоты слоя 5 сантиметров. Повышая температуру воды со скоростью 1 градус в минуту. В данном методе за температуру плавления принимают температуру, при которой вещество начинает подниматься по капилляру. То есть, вещество расплавляется и таким образом увеличивается в объеме и мы увидим, как оно поднимается выше по капилляру. В случаях, когда столбик вещества не поднимается в капилляре, за температуру плавления принимают температуру, при которой столбик вещества в капилляре становится прозрачным. То есть, еще раз, температура плавления в открытом капиллярном методе – это или та температура, при которой столбик в капилляре поднимается, или когда вещество становится прозрачным. Эту операцию также проводят с другими четырьмя капиллярами, да, мы вначале сказали, что используют 5 капилляров, рассчитывают результат как средний арифметический из 5 значений. Расхождение между ними также не должно превышать 1 градуса. Следующий, третий метод, или метод мгновенного плавления. Напомню, что это метод, который используется как и капиллярный метод для определения твердых веществ, которые легко превращаются в порошок. Для этого метода используют прибор, основная часть которого состоит из металлического блока, изготовленного из материала, обладающего высокой теплопроводностью, и не взаимодействует с испытуемым веществом, например, из латуни. Этот прибор также называли столик кофлера или блок кофлера. Верхняя поверхность блока должна быть плоской. Значит, здесь на картинках вы видите разные модификации блока кофлера. Это более современная модель сложная, да, и здесь такая более простая. Значит, вот он, этот столик, эта поверхность, здесь она вот представлена, плоская, тщательно отполированная. Блок равномерно нагревает по всей массе газовой горелкой. Она снабжена микрорегулировкой или электрическим нагревателем с тонкой регулировкой. Блок имеет достаточно широкую цилиндрическую полость. Значит, вот он, нагревательный столик. Это схема, да, это сам вот прибор. И вот здесь вот то, что мы говорим, отверстие, полость, в которую размещают термометр. Здесь вот мы видим эту полость, куда размещается термометр. Столбик ртути термометра должен находиться в одном и том же положении, как при калибровке, так и при определении температур плавления испытуемого вещества. Цилиндрическая полость размещена параллельно, да, видим, параллельно отполированной поверхностям блока. И находится на расстоянии 3 мм от нее. Значит, здесь вот у нас поверхность, этот отполированная, столик сам, да, и сюда у нас вводится термометр параллельно поверхности. Значит, как проводится определение с помощью этого прибора? Блок быстро нагревают до температуры, которая на 10 градусов ниже предполагаемой температуры плавления. Затем устанавливают скорость нагрева около 1 градуса в минуту. Несколько частичек тонко измельченного в порошок вещества, да, мы говорили о том, что пробовая подготовка очень важна в этом методе. Проводят ее так же, истирают, высушивают, ну, если нет отдельных указаний в частной фармакобильнике. Значит, этот тонко измельченный порошок бросают через равные промежутки времени на поверхность блока. Ну, если мы, видишь, может быть, даже здесь... Ага. Так, мы видим, вот на другой картиночке было прям кусочки этого порошка, который здесь бросали на этот столик или на поверхность блока. Значит, бросают через равные промежутки времени на поверхность блока. В непосредственной близости от шарика термометра. Очищая поверхность после каждого испытания. Дописывая температуру Т1, при которой вещество плавится мгновенно, при соприкосновении с металлом. Затем нагрев останавливают. И столик начинает постепенно охлаждаться. Во время охлаждения, через равные промежутки времени, также продолжают бросать частички вещества на поверхность блока. И записывают Т2. Т2 – это температура, при которой вещество прекращает мгновенно плавиться при соприкосновении с металлом. То есть, еще раз, мы установили нагрев столика таким образом, чтобы он нагревался со скоростью 1 градус в минуту. И бросаем частички вещества, каждый раз убираем. Как только мы заметили, что порошок мгновенно стал плавиться, мы фиксируем эту температуру. Это будет температура Т1, при которой вещество мгновенно плавится. Затем мы прекращаем нагрев столика или поверхности блока. И он начинает постепенно остывать, охлаждаться. Но продолжаем бросать частички вещества. И при температуре, которая уже мгновенное плавление не будет происходить, мы фиксируем эту температуру. Это будет Т2. Дальше проводят расчет температуры плавления по формуле. Т1 плюс Т2, деленное на 2, это и будет считаться температурой плавления. Напомню, что Т1 – это первое значение температуры, при котором мгновенно плавится вещество. И Т2 – второе значение температуры, при котором вещество прекращает плавиться при соприкосновении с металлом. Следующий метод – метод капли падения. В данном методе определяют температуру, при которой в условиях, приведенных ниже, первая капля расплавленного испытуемого вещества падает из чашечки. Значит, для этого метода используют такой прибор. Он состоит из двух металлических гильз А и В, которые соединены посредством резьбы. В нижней части гильзы В с помощью двух уплотнителей Г свободно закреплена металлическая чашечка Д. Точное положение чашечки определяется фиксатором. Вот он, фиксатор Е. Эти фиксаторы также используются для центровки термометра. Отверстие В в стенке гильзы В предназначено для выравнивания давления. Отводящая поверхность чашечки должна быть плоской, а края выходного отверстия должны быть расположены под прямым углом к поверхности. Нижняя часть ртутного термометра имеет форму и размер, как показано на рисунке. Термометр градуирован от 0 до 110 градусов. И расстояние на шкале в 1 мм соответствует разности температур в 1 градус. Ртутный шарик термометра имеет диаметр 3,5 мм и высоту около 6 мм. Прибор устанавливают по оси пробирки длиной 200 мм и наружным диаметром около 40 мм. Прибор прикрепляют к пробирки с помощью пробки, в которую вставлен термометр и которая имеет боковую прорезь. Отверстие чашечки должно находиться на расстоянии около 15 мм от дна пробирки. Все устройство погружают в стакан вместимостью около 1 литра, который заполнен водой. Дно пробирки должно находиться на расстоянии около 25 мм от дна стакана. Уровень воды должен достигать верхней части гильзы А. Для равномерного распределения температуры в стакане используют мешалку. Итак, как же проводят измерения? Чашечку заполняют до краев нерасплавленным испытуемым веществом. А мы помним, что в данном методе определяют температуру плавления веществ аморфных, которые не стираются в порошок. Избыток вещества удаляет с обеих сторон шпателем. После соединения гильз А и В проталкивая чашечку внутрь на ее место в гильзе В до упора. Удаляет шпателем вещество, выдавленное термометром. Прибор помещает на водяную баню. В водяную баню нагревают до температуры примерно на 10 градусов ниже предполагаемой температуры плавления. И устанавливают скорость нагрева так же, как и в предыдущих методах, около 1 градуса в минуту. Когда вещество начинает плавиться, оно будет увеличиваться в объеме. И так как мы заполнили испытываемое вещество до краев чашечку, то вещество начнет капать. И вот отмечать температуру падения первой капли проводят у меня трех определений. Каждый раз с новым образцом вещества. Разность между показаниями не должна превышать трех градусов. Между тремя испытаниями рассчитывать среднее арифметическое из полученных значений. Это был метод капли падения. Также используется метод инструментальный. В данном методе описано измерение температуры плавления с помощью капилляра с использованием инструментального метода определения. Значит, инструментальный метод запишите себе. Смотреть фармакопею. Изучите самостоятельно. А следующий показатель, он используется реже, чем показатель температуры плавления. Но, тем не менее, тоже используется и является показателем качества лекарственных средств. Итак, что же такое температура затвердевания? Согласно государственной фармакопии, общей фармакопии, температура затвердевания называют температуру, при которой вещество переходит из жидкого состояния в твердое, при охлаждении. Для определения температуры затвердевания используют две методики. Первая методика. Значит, первая методика заключается в том, что в сухую внутреннюю пробирку прибора помещает достаточное количество, около 10 грамм, испытуемого вещества. Вещество находится в жидком состоянии. Твердое вещество предварительно расплавляют при температуре не выше 20 градусов ожидаемой температуры затвердевания. Укрепляют таким образом, чтобы ртутный шарик находился посередине тлоя испытуемого вещества. Вот он, да, тлоя. И посередине ртутный шарик. Затем внутреннюю пробирку с испытуемым веществом помещают во внешнюю пробирку. Вот она. И при быстром охлаждении определяют приблизительную температуру затвердевания. После этого внешнюю пробирку вместе с внутренней помещают на водяную баню температурой на 5 градусов выше приблизительно определенной температуры затвердевания до полного расплавления испытуемого вещества. Затем заполняют стакан водой или насыщенным раствором натрия хлорида температурой на 5 градусов ниже ожидаемой температуры затвердевания. Внешнюю пробирку вместе с внутренней помещают в стакан. При постоянном перемешивании испытуемого вещества отмечают температуру каждые 30 секунд. Вначале происходит постепенное понижение температуры. Затем при появлении твердой фазы она остается некоторое время постоянной или повышается перед тем, как стать постоянной. В этот момент прекращают перемешивание, а затем снова падает. Отмечают наиболее высокую температуру, остающуюся короткое время постоянной при переходе вещества из жидкого в твердое. Эту температуру и принимают за температуру затвердевания. Если вещество остается жидким при ожидаемой температуре затвердевания, его охлаждают на 1-2 градуса ниже ожидаемой температуры и вызывают затвердевание введением малых количеств нескольких кристалликов испытываемого вещества или потиранием стенок внутренней пробирки термометром. Значит, как вы видите, прибор состоит из толстой стенной пробирки с внутренним диаметром около 25 мм и длиной 150 мм. Помещена она внутрь другой пробирки диаметром около 40 мм и длиной 160 мм. Внутренняя пробирка закрыта пробкой, которая снабжена термометром. Цена деления термометра должна быть 0,2 градуса. Термометр закреплен таким образом, чтобы шарик находился на расстоянии около 15 мм от дна пробирки. Во внутренней пробирке имеется отверстие, через которое проходит вал мешалки. Изготовлено из стеклянного стержня или другого подходящего материала, согнутого на конце под прямым углом в виде петли. Внутреннюю пробирку вместе с внешней пробиркой размещают в центре стакана вместимостью 1 литр. Он содержит подходящую охлаждающую жидкость, уровень которой находится на расстоянии около 20 мм. Охлаждающая баня также должна быть снабжена термометром. Методика 2 Для твердых веществ, имеющих высокую температуру затвердевания с диапазоном от плюс 30 до плюс 100 градусов это парафин и высокоплавки кристаллические вещества пользуют методику 2. Испытуемое вещество, расплавленное на водяной бане или термостате при температуре 15-20 градусов выше ожидаемой температуры затвердевания, тщательно перемешивает и заливает в подогретый прибор, который представлен на слайде. Заполняет его на 3 четвертых от его высоты. Температура испытуемого вещества после помещения в прибор должна превышать ожидаемую температуру затвердевания не менее чем на 8 градусов. В отверстие прибора вставляют термометр на пробке по оси прибора. Вставляют его таким образом, чтобы ртутный шарик термометра находился приблизительно на половине высоты слоя расплавленного вещества. Оставляют прибор до достижения температуры на 3-4 градуса выше температуры затвердевания. По достижении этой температуры записывают температуру через каждую минуту. Сначала температура понижается быстро, затем понижение замедляется и температура в течение нескольких минут сохраняется постоянной или снижается очень медленно. После этого температура снова быстро понижается. За температуру затвердевания вещества принимают то показание термометра, при котором температура оставалась постоянной или снижалась наиболее медленно. Рассчитывают среднее арифметическое трехопределение. Расхождение между определениями не должно превышать 0,2 градуса. Прибор, который используют в методике 2, также называют прибором Жукова. Следующий показатель, который используется для качества лекарственных средств, это температурные пределы перегонки или точка кипения. Под температурными пределами перегонки представляют интервал между начальной и конечной температурой кипения при нормальном давлении. Итак, еще раз. Под температурными пределами перегонки подразумевает интервал между начальной и конечной температурой кипения при нормальном давлении. Начальная температура кипения считает температуру, при которой приемник в процессе перегонки вот у нас схема установки вот это приемник. Итак, начальная температура кипения это та температура при которой вот сюда в приемки hostile в процессе перегонки попали первые пять капель конечной температурой кипения считают температуру, при которой в приемник перешло 95% жидкостью. Точка кипения – это корректированная температура, при которой давление пары жидкости достигает нормальной – 101,3 кПа. Итак, как же определяют температурные пределы перегонки? Прибор состоит из перегонной колбы, перегонная колба А, прямого холодильника, его еще называют холодильник Либиха, А, Лонша, С. Термометр помещают в горло перегонной колбы, таким образом, чтобы конец ртутного шарика находился на 5 мм ниже нижнего края от водной трубки перегонной колбы. Применяет укороченный термометр с верхним значением шкалы около 50 градусов и ценой деления 0,2 градуса. Во время испытания колбу защищают от охлаждения соответствующим экраном. Для жидкости, кипящих при температуре ниже 150 градусов, применяют водяное охлаждение. Для жидкости, кипящих при температуре выше 150 градусов, достаточно воздушное охлаждение. То есть, имеется в виду, что вот сюда в эти отводы, может быть лучше видно, вот 6,7. Значит, если здесь у нас жидкость, которая кипит при температуре ниже 150 градусов, то вот сюда подсоединяется еще вода, водопроводная вода, и она охлаждает, во внешней рубашке она циркулирует, и тем самым охлаждает пары, которые поступают в холодильник. Если же температура кипения жидкости, которую мы определяем выше 150 градусов, то для конденсации достаточно и температуры воздуха, поэтому вот сюда в 6,7 у нас не будет подачи отвода воды, а просто будет охлаждение атмосферным воздухом происходить. И пары, которые проходят через холодильник, вот здесь, они будут конденсироваться и поступать уже в кубоприемник. Значит, сама методика определения заключается в том, что в колбу вместимостью 100 мл помещают 50 мл следуемой жидкости и несколько тонких, запаянных с одного конца капилляров или кусочков пористого керамического материала. Начинают нагревание колбы, отмечают начальную температуру кипения, да, мы говорили, когда поступит сюда 5 капель, и продолжают нагревание таким образом, чтобы в одну минуту перегонялось 2-3 мл жидкости. Перегоняя требуемый объем жидкости, отмечая конечную температуру кипения, а мы помним, что это 95%, когда жидкость отогналась. Отгон собирают в приемник, затем отмеривают, какой объем у нас получился с помощью цилиндра вместимостью 50 мл в цену деления 1 мл. Приемник устанавливают так, чтобы алонж входил в него на 2,5 см. Наблюдаемую температуру перегонки Т1 приводит к нормальному давлению. По формуле. Где Т2 – исправленная температура, Т1 – наблюдаемая температура, П – нормальное барометрическое давление, П1 – барометрическое давление во время опыта, наблюдаемое по ртутному барометру или анероиду, с учетом поправок, указанных в поверочных свидетельствах и в инструкции к эксплуатации. К – поправочный коэффициент. Значение К зависит от температуры кипения, перегоняемой, жидкости и приводится в таблицу. Табличные данные указаны в фармакопильной статье. Если во время опыта давления измерять ртутным барометром, то после внесения поправок, указанных в поверочных свидетельствах и в инструкции по эксплуатации давления приводят к показаниям при температуре 0 градусов. Перегонку эфира следует проводить на предварительно нагретой водяной бане при температуре 54-58 градусов. Допустимое расхождение между результатами двух параллельных определений температуры кипения не должно превышать 1 градуса. Определение точки кипения. Испытание проводят в приборе для определения температурных пределов перегонки. Такой же прибор. Термометр помещают в горло колбы так, чтобы нижний конец ртутного шарика находился на уровне нижнего конца горла колбы. Применяют укороченный термометр, такой же. Такая же колба на 100 мл. Жидкость быстро нагревает до кипения. Отмечают температуру, при которой жидкость начинает поступать по отводной трубке колбы в холодильник. И вот эту температуру приводит к нормальному давлению по той же формуле. Микрометод определения температуры кипения обычно используют для идентификации вещей. В тонкостенную стеклянную, запаянную с одного конца трубочку, диаметром 3 мм и длиной около 8 см, помещают несколько капель исследуемой жидкости, чтобы образовался слой от 1 до 1,5 см высоты. В трубочку вставляют открытым концом вниз, запаянный с одного конца капилляр, длиной около 10 см. Трубочку прикрепляют с помощью резинового колечка или тонкой проволоки к укороченному термометру, так, чтобы нижний конец трубочки находился на уровне середины ртутного шарика. Термометр помещают в прибор для определения температуры плавления. Нагревание ведут таким образом, чтобы температура поднималась на 2-3 градуса в минуту до того момента, когда из капилляра вместо отдельных воздушных пузырьков начнет выделяться непрерывная цепочка пузырьков пара, после чего прекращают или уменьшают нагревание. Момент, когда прекратится выделение пузырьков и жидкость начнет подниматься в капилляр, поднимают за температуру кипения. Наблюдаемую температуру кипения приводят к показаниям при нормальном давлении по той же формуле. Следующий важный показатель при определении качества лекарственных средств является плотность. Плотностью называют массу единицы объема вещества. Ро равно масса, деленное на объем. Если массу М измеряют в граммах, а объем в кубических сантиметрах, то плотность представляет собой массу 1 кубического сантиметра. Соответственно, плотность измеряется в граммах на сантиметр кубический. Плотность вещества Ро-20 является отношением массы вещества к его объему при температуре 20 градусов по Тельсию. Относительная плотность вещества Д-20-20 является отношением массы определенного объема вещества к массе равного объема воды при температуре 20 градусов. Еще раз, обратите внимание, есть плотность вещества при 20 градусах по Цельсию Ро-20 обозначается, а есть относительная плотность вещества, которая обозначается Д-20-20, относительно воды. Итак, еще раз, что такое относительная плотность вещества? Это отношение массы определенного объема вещества к массе такого же объема воды при температуре 20 градусов. Относительная плотность вещества Д-24 является отношением массы определенного объема вещества при температуре 20 градусов к массе равного объема воды при температуре, внимание, 4 градуса. То есть есть у нас относительная плотность Д-20-20, а есть относительная плотность Д-24. В первом случае масса такого же объема воды при температуре 20 градусов, а в втором случае масса такого же объема воды при температуре 4 градусов. Формулы пересчета между относительной плотностью Д и плотностью, тут не Р, а РО, опечатка, выражены в килограммах на метр кубический следующие. Значит, РО-20, 998,202 умноженное на Д-20-20. Или Д-20-20 равно 1,00180 на 10-3 РО-20. Ну, конечно, эти цифры запоминать не нужно, просто чтобы вы понимали, что есть соответствующие коэффициенты, которые позволяют нам перейти от относительной плотности к плотности. Определение плотности проводят с помощью пикнометров. Они похожи на нервные колбы, но отличаются тем, что у них есть очень тоненькая, еще тоньше, чем нервные колбы, горлышко. Благодаря чему мы можем отмерить точный объем. С помощью ариометра и с помощью плотнометра. Итак, метод 1. Метод 1. Применяют для определения плотности жидкости с точностью до 0,001 грамма на сантиметр в кубическом. С помощью пикнометра. Повторю, что пикнометры – это достаточно точный метод определения плотности. Точнее, чем с помощью ариометра. Значит, как проводят определения. Чистый сухой пикнометр взвешивают с точностью до 0,002 грамма. До 0,002 грамма. То есть это аналитические весы. Заполняют с помощью маленькой воронки водой очищенной, немного выше метки. Закрывают пробкой. Выдерживают 20 минут в термостате при температуре 20 градусов плюс-минус 0,1 градуса. При этой температуре уровень воды в пикнометре доводят до метки, отбирая излишек воды при помощи пипетки или свертая в трубочку полоски фильтровальной бумаги. Пикнометр снова закрывает пробкой и выдерживает в термостате еще 10 минут. Затем пикнометр вынимают из термостата, проверяют положение низкой воды, которая должна находиться на уровне метки. Естественно, метка должна быть на уровне глаз. Вытирают фильтровальной бумагой внутреннюю поверхность горлышка и весь пикнометр снаружи. Никакой капельки, никакой плодинки, ничего не осталось. Закрывают пробкой. Выдерживают пикнометр под стеклом аналитических весов в течение 10 минут. И взвешивают в той же точность. Затем пикнометр освобождают от воды, выливают, высушивают, ополаскивая последовательно спиртом и эфиром. Раньше допускалось сушить. Сушить в данном случае не допускается. В смысле сушить нагреванием не допускается. Удаляют остатки эфира продуванием воздуха, заполняют пикнометр испытуемой жидкостью и проводят те же операции, что и с водой. После этого плотность вычисляют по формуле. РО20 равно 0,99703 умноженное на дробь, где масса М – это масса пустого пикнометра, масса 1 – это масса пикнометра с водой очищенной, масса 2 – это масса пикнометра с испытуемой жидкостью. Это у нас значение плотности воды при 20 градусах с учетом плотности воздуха. И 0,012 – это значение плотности воздуха при 20 градусах и нормальным атмосферным давлением. Следующий метод 2 применяют для определения плотности твердых жиров с точностью до 0,001 грамм на сантиметр кубический. Также с помощью пикнометра. Проводят все операции с водой очищенной, как в методе 1, также высушивают пикнометр и при помощи пипетки или небольшой воронки с оттянутым концом вносят в пикнометр расплавленный жир или воск в таком количестве, чтобы он занимал 1,3 или 1,2 объема пикнометра. Дальше пикнометр без пробки. Ставят на час горячую воду, охлаждают потом до температуры 20 градусов и взвешивают. Содержимое пикнометра доводят до метки водой очищенной при температуре 20 градусов, вытирают пикнометр и снова взвешивают. В обеих фазах и на поверхности их раздела не должно быть пузырьков воздуха. Величину плотности также вычисляют по формуле, где масса М – это масса кустого пикнометра, М1 – масса пикнометра с водой очищенной, М2 – масса пикнометра с жиром, и М3 – масса пикнометра с жиром и водой. Здесь есть ссылки, по которым вы можете зайти и посмотреть наглядно, как практически с помощью этого метода определяют плотность. Следующий метод применять для определения плотности жидкости с точностью до 0,01 г на см3 с помощью ареометра. Как вы видите, здесь точность гораздо ниже, чем в первом и втором методе. Как проводят? Достаточно просто и быстро. Испытуемую жидкость помещать в цилиндр и при температуре 20 градусов осторожно пускать нечистый сухой ареометр, на шкале которого предусмотрена ожидаемая величина плотности. То есть есть наборы ареометров, на практическом занятии вы не ознакомитесь с ними. И, соответственно, необходимо подобрать такой, который бы предполагаемо был близок к определению плотности. Ареометр не должен касаться ни стенок, ни дна цилиндра. То есть он должен полностью держаться жидкостью. И когда ареометр установится, уже не будет его движений, колебаний. Примерно через 3-4 минуты после погружения производят отсчет по делению шкалы ареометра. Показания снимают по нижнему мениску жидкости. При этом глаз должен находиться на уровне мениска. Примечательно то, что определение плотности сильно летучих веществ ареометра не допускает, конечно же. В случае определения плотности темно окрашенной жидкости отчет производят по верхнему мениску. Значит, существуют ареометры специализированные, которые уже имеют не только плотность, но и, например, концентрацию. Вот такие, например, спиртометры, которые уже с учетом плотности спирта могут сразу же показывать концентрацию. Следующий метод – это определение плотности проводят для определения плотности жидкости и газа в малом объеме 1-2 мл. Точностью до 0,001, это очень высокоточный метод, проводятся с помощью плотнометра. Принцип измерения плотности плотномером основан на определении периода колебаний U-образной измерительной трубки определенного объема, вызываемых электромагнитным генератором. Частота собственных колебаний трубки зависит от ее конструктивных особенностей и пругостей массы и определяется в процессе калибровки при заполнении ее веществом с известной плотностью. При заполнении трубки испытываем веществом частота колебаний трубки меняется в зависимости от массы и плотности вещества. Измеряемый специальным датчиком период колебаний измерительной трубки автоматически пересчитывается на плотность образца в граммах на 1 мм куб. И последний показатель, который мы на сегодня рассмотрим, это потеря в массе при высушивании также очень часто пользуется. Для анализа лекарственных средств. Значит, точную навеску испытывающего вещества, указанного в фармакопильной статье, помещают в предварительно высушенной до постоянной массы извешенной в условиях проведения испытаний биокс, пробу сушат с открытой крышкой биокса до постоянной массы или в течение времени указанной в фармакопильной статье. Если не указано иначе, пробу высушить в течение двух часов в сушильном шкафу в пределах температурного интервала, указанного в фармакопильной системе или нормативной документации. Затем открытый бюкс вместе с крышкой помещают в эксикатор для охлаждения на 50 минут, после чего закрывают крышкой и взвешивают. Последующее взвешивание проводят после каждого часа дальнейшего высушивания до достижения постоянной массы. При отсутствии других указаний пробу сушат до постоянной массы при температуре 100-5 градусов. Высушивание проводят в эксикаторе над фосфором, с 5 оксидом, одним из следующих методов. Это может быть при атмосферном давлении и комнатной температуре, может быть в вакууме при комнатной температуре или температуре, указанной ФС, или в глубоком вакууме при давлении не более на 0,5 ккс при температуре, указанной ФС. Возможно также использование иных условий, которые будут отдельно прописаны. Для проведения анализа используют бюксы высотой 35 мм, диаметром 25 мм. Точную навеску на целых 15, на целых 0,2 грамма испытуемого образца помещают в бюкс, высушивают. Открытый бюкс вместе с крышкой помещают в эксикатор для охлаждения на 40 минут, после чего крышку закрывают и взвешивают. Потерю в массе при высушивании в процентах вычисляют по формуле х, потери в массе при высушивании, м1 – масса бюкса, доведенного до постоянной массы, масса 2 – масса бюкса испытуемого образца до высушивания, масса 3 – масса бюкса с испытуемым образцом после высушивания. Итак, сегодня мы разбирали физические и физико-химические методы анализа лекарственных средств, а именно такие показатели, как температура плавления, температура затвердевания, температура предела перегонки, температура кипения, плотность, потеря в массе при высушивании. На сегодня все. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...